80 лет назад, неподалеку от Болотной площади, на Причистинской набережной, тоже происходили исторические события. Не при таком скоплении народа, но не менее значимые. 5 декабря 1931 года по распоряжению властей был взорван Храм Христа Спасителя. Москвичи, видевшие в нем символ военных побед прошлого, сочли это надругательством над памятью погибших. Впрочем, на улицы с протестами, конечно, никто не вышел. Время было другое. Михаил Полковников углубился в историю и выяснил, где теперь можно отыскать реликвии из уничтоженного храма. Его строили 44 года и примерно столько же он простоял во имя Христа Спасителя и в честь победы российского воинства в войне 12-го года. Его стены расписывали лучшие художники того времени. Суриков, Семиградский, Верещагин. Он мог бы простоять еще вечность, но пал под ударами эпохи атеизма. Сначала просто храм огородили забором большим и начали постепенно со стороны Москварики разрушать набережную, купель. Разрушали варварские мраморные скульптуры, не церемонии сбрасывали в грязь с высоких ступеней. Отламывались руки, головы, крылья ангелов. Тракторами стаскивали золотые кресты с малых куполов. Храм разрушался быстро и лишь его каркас, сложенный из огромных плит песчаника, скрепленных свинцом, долго не поддавался. И тогда его решили взорвать. Но даже взрыв не смог стереть его с лица земли полностью. Часть утвари разошлась по высоким кабинетам. Несколько художественных полотен оказались в подвале Казацкого собора в Санкт-Петербурге. А итальянским мрамором облицевали станции метро. Охотный ряд и Кропоткинская скамейки достались Новокузнецкой. Правда, некоторые историки полагают, что это не более чем миф. По поводу метро это большие легенды. Ничего на самом деле, в общем-то, там этого подлинного нет. Потому что мрамора было не очень много. И мрамор был достаточно плохого качества. Вот как ни удивительно. Это похоже на правду. Облицовочную плитку снимали с помощью отбойных молотков. И вряд ли она могла уцелеть. Впрочем, известно, что четыре колонны храма отвезли в Московский университет. Часть мраморных плит использовали при строительстве здания Госдумы. Ступени отдали обществу старых большевиков. Сейчас в Дании располагается дом кино. Лестница и ныне там. Не в лучшем состоянии. Остался и фундамент. Сначала на основании храма построили бассейн. А в 1995 году его залили бетоном. И использовали в качестве стелобата при новом строительстве. По завершении работ в храм удалось вернуть часть артефактов. Несколько фрагментов стенной росписи «Тайная вечера» кисти Семиградского хранятся в храмовом музее. Шесть полотен Верещагина украшают алтарную комнату. Там же установлен чудом сохранившийся патриарший престол. Мы можем видеть древнюю часть седалища на горнем месте. Это непосредственно сам мрамор. Мраморная основа. Но тканевая основа – это, конечно, уже то, что было сделано в наши дни и в наше время. Вот у нас колокольчик наш, красавица. Небольшая комната звонарей на служебном этаже храма. Здесь, в обыденной рабочей обстановке, покоится еще один раритет. В Москве в храме Ильи Пророка в Черкизове был обнаружен колокол старый, на котором была надпись сделанная вот таким церковно-славянским шрифтом. Когда эту надпись разобрали, то, к удивлению своему, хозяева обнаружили, что на колоколе написано, что колокол был отлит в 1879 году для храма во имя Христа Спасителя в Москве. Колокол в отличном состоянии, хорошо звучит, однако устанавливать его на колокольню не стали. В новой звоннице он не прижился. Если вот сейчас посмотреть на наши колокола, на массу этих колоколов, то станет понятно, что для общего такого вот звучания, наверное, все-таки лучше его сюда не помещать, а оставить где-то как святыню. Все остальное было и убранство храма Христа Спасителя пришлось восстанавливать заново. Пока рабочие возводили стены, специалисты изучали архивы. Фотограф и москвовед Артем Задикян с коллегами в тонкостях художественного оформления храма разбирался два года. Ну, бумаги какие были. Вот, например, мы раскладывали каждую храму Христа. Вот южный фасад и всех. Мы пытались найти все фотографии или изображения вот этих святых. Выясняли все, вплоть до положения рук и наклона головы святых. В 2000 году возрожденный храм Христа Спасителя вновь открыл свои двери для верующих. Может быть, нам не удалось, как говорится, звезд с неба сорвать. Но то, что нужно было в контексте воссоздания храма Христа Спасителя, было сделано абсолютно все. Уцелевшие фрагменты былой росписи можно было вставить и в новые стены, но не стали, чтобы не выделялись на общем фоне. Никто не возражал, ведь с духовной точки зрения и старый храм, останки которого можно встретить на улицах Москвы и возрожденный единое целое. Михаил Полковников, Сергей Сенченков, Максим Панкин, Алишер Султанов, ТВ-центр.